Видеоканал «Первая столица» и Россотрудничество в Украине представляют проект «Пути и судьбы». 22 июня. Летнее солнцестояние. 16 часов 22 минуты и 4 секунды столько продлится сегодняшний световой день. А еще этот день памяти и скорби. Ровно 74 года назад началась Великая Отечественная война. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на зиму положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. И время добавляет в списки еще кого-то, кого нет. И ставит, ставит обелиски. В нашем городе 22 июня 1941 года тоже не предвещало беды. Тут у центрального входа в парк имени Горького стартовал велопробег «Харьков-Белгород-Харьков». К тому времени этой велогонке было уже 6 лет. Так впервые одолели дистанцию в 1935 году 28 спортсменов. Через два года количество участников возросло уже до 126 человек. Летним жарким днем 1941 года традиционная велогонка началась, как ни в чем не бывало. Спортсмены проехали километра 3 и их остановили в районе Пятихаток. Чуть с опозданием в наш город пришла новость о начале войны. Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих городах. На самом деле для харьковчан война началась дважды. Второй ужас наш город охватил через 4 месяца. 24 октября 1941 года в Харьков вошли немцы. В городе как будто все вымерло. Только по булыжной мостовой Клочковской улице шли немецкие войска. Ехали машины, танки, орудия. Не было ни выстрелов, ни шума. Немцы шли и ехали молча. Никакой радости, никакого ликования по поводу взятия крупного города не было. Все холодно, четко, равнодушно. Но жители не смотрели. Несколько дней было затишье. Вообще не чувствовалось, что вошли враги. Началось все позже. Еще одна харьковчанка Елена Чернай написала книгу об этих событиях. Ночь в 641 день. Окупация. Да, именно так. Это была ночь длиною почти что в два года. Обстрел начался с шести утра. Быстро одела детей, и мы спрятались в подвале. Впервые стало страшно. В первый же день немцы повесили более ста человек. Фашисты смеялись, некоторые фотографировали. Смерть превратилась в развлечение. А потом смерть превратилась в привычку. По улицам можно было ходить с пяти утра до восьми вечера. Появился в неположенное время расстрел. На Ивановке, в предместе Харькова, в конце трамвайной линии, на часовом столбе была повешена женщина вместе со своим грудным ребенком. На трупе надпись «Повешена как партизанка». На работу выгоняет старостан. Немцы объявили, что за невыход на работу в общинные дворы или на трудовую повинность, на ремонт дорог и другое, провинившийся в первый раз подвергается штрафу в 50 рублей, вторично наказывается 25-ю розгами, а в случае саботажа – расстрел. Всем евреям приказали явиться на тракторный завод для отправки на работу. Циля Марковна Шрейдер, наша знакомая, обрадовалась. Вот и хорошо, наконец и у нас будет работа. Мои дети уже большие и такие умницы. Они были послушными, эти Шрейдеры. Аккуратно собрались, попрощались со всеми и ушли навстречу своей страшной судьбе. Уже много позже стало известно, что на тракторном тогда было убито 16 тысяч евреев. Сперва отравили детей, а потом расстреляли взрослых. Но все-таки большинство умирало от голода. Данные за второй квартал 1942 года. Смертность за день – 100 человек из тысячи. 67 из них – от голода. Цены на продукты нереальные. 120 рублей за хлеб, столько же за говядину. Масло сливочное 1 килограмм – 1750 рублей. В Харькове сейчас не говорят, встречаясь «здравствуйте». Люди спрашивают, вы еще живы? В городе давно нет кошек и собак. Дохлая лошадь стоит 2,5 тысячи рублей. На кладбищенских скамейках сидят люди, которые пришли сюда умереть, чтобы не доставлять хлопот дома. Бывает достаточно двух часов, и место на скамейке освобождается. Харьков освобождали дважды. Из процветающего промышленного миллионника город за время оккупации превратился в руины, которые едва населяли 200 тысяч человек. После Сталинграда Харьков стал самым разрушенным из всех крупных городов Советского Союза. Неудивительно, что первый в мире процесс против фашистских военных преступников состоялся именно тут. Тогда, в 1941 году, все велосипедисты, которые просто вышли из дома с утра на велопробег, отправились на фронт. А через 4 года, оставшиеся в живых, продолжили гонку. 22 июня 1945 года с того же места, где она была остановлена. Наверное, многим хотела свернуть время вспять и жить, будто ничего не было. К сожалению, так не бывает.